Вот такая забавная жизнь. Не правда ли? Мы живем, веселимся и не замечаем того, как медленно умираем. Это логика жизни. Отдельные товарищи, примерно 90% населения России, немножко ускоряют эту процедуру. Ну вот, пожалуйста. Начинаем с красного и белого, затем в пивной арене подзаправляемся. И в итоге, ну, есть определенные медицинские центры, которые вынесут вам диагноз, что все, до свидания. Поздно пить боржами, когда почки отказали. Медицинский центр возрождения помогает вам вовремя возродить и поправить себя. Теперь надо понимать, что вот здесь работают те, кто не разменивается на оказание 7-минутных услуг. Ну, есть такие товарищи. Загрузили вас реланиумом, вы заснули. Здесь немножко другой подход, основанный на глубочайшем опыте борьбы с недугом под названием «зеленый змей». Среди вопросов, возникающих постоянно, вопрос. Сколько можно пить, а точнее нежелание обращать внимание на эту проблему, ни одного человека свел в могилу и ни одну семью разрушил. Конечно, хорошо жить, не замечая проблем. Но время сказать «стоп» может ведь и не настать. Давайте сегодня заглянем за ту самую черту глазами тех, кто там был, и слушая того, кто каждый день оттуда вытаскивал несчастных. Ну, вот если я, во-первых, сюда не обратился, я бы точно уже, мне бы здесь не существовало на этом свете. Вся суть в том, что именно обратившись к Михаилу Ивановичу, с его усилиями, как говорится, помощи, только с его помощью я сумел влезти. Выбора никого не было совершенно. Да, получается, были случаи, что там, ну, как Господь Бог с небес спускается передо мной. Я прихожу в себя, над мной Михаил Иванович. То есть такой момент был. Почему люди боятся, по сути? Почему люди боятся, сидят дома, ждут в море погоды, бегут за пивом? Ну, видимо, причин здесь несколько, так сказать. Ну, информированность, во-первых, у населения недостаточная, так сказать. Немногие знают, что можно это получить, так сказать, доступным образом, квалифицированно, достаточно правильно. То есть кроме частных учреждений существует у нас наркологический диспансер. Пожалуйста, обращайтесь, получайте помощь качественную, квалифицированную. Все как полагается. Другое дело, что в частных центрах все происходит в условиях анонимности. То есть человек нигде не регистрируется. Все это происходит в комфортных, так сказать, условиях, чисто индивидуальных и так далее. Так сказать, плюсов тут много. И сроки достаточно короткие. То есть за три дня мы оккупируем это состояние. Там уже в государственном учреждении человек должен находиться не менее 18 дней. Ну, 2-3 недели, ну, средний срок. Ну, естественно, так сказать, условия нелюкс, мягко скажем. Это больница, больница, в которой 85 коек, большое количество народа. У тебя в компании были люди, которых ты уже сейчас и не видишь? Конечно, и не один человек. Давай назовем возраст твой. Сколько тебе лет? Мне 27. И ты уже потерял вот этих друзей, которые на пивосике посидели? Давно уже. Вначале пивасик, потом более серьезный. Вот буквально я лег в больницу и умер у меня еще один друг. Совсем вот дня три назад. Что можно им сказать? Остановитесь или придите полечитесь? Или то и другое вместе? Да и то и другое вместе, я думаю. Если не могут остановиться сами, как бы, пускай приходят полечиться, потому что помогают. Здесь, как бы, смотришь на людей, к чему приводит это все. Неходячие, сука, шутся под себя, как бы. Видно все это на живом примере уже. К чему приводит это все употребление? Сначала пиво, и потом поедешь по сирене. Как бы, не можешь сам остановиться, полечить, тебе объяснять здесь. А если можешь сам, то останавливайся сам, как бы, ни к чему хорошему это в итоге не приводит. В любом случае. С нашим родственникам случилась беда. Он настолько сильно запил, что он даже перестает помнить, как его зовут в том числе. Мы обратились в специализированное медицинское заведение. Обычно таких людей отправляют полечиться по профилю. То есть, 2-3 недели он лечится, но не помогает. И уже не помнят ничего. Вроде здоровый, а какой-то ущербный человек. Потерял память. Как его можно вылечить? Можете ли вы это здесь сделать у себя? Мы в последнее время достаточно часто сталкиваемся с подобными ситуациями, когда у значительного числа пациентов алкоголь оказывает на центральную нервную систему серьезное токсическое действие. То есть, алкоголизации уже может не быть значительное время, там, неделю, до месяца, условно говоря. А у человека страдает мышление, у человека страдает память как на текущие, так и на прошедшие события. То есть, практически человек инвалидизируется. Как правило, таких больных отправляют в неврологию, где успех терапии сложно предсказать. Мы занимаемся такой категорией пациентов, и в большом удовлетворении должен отметить, что имеем серьезные результаты в этом отношении. То есть, как правило, после 10 дней терапии с такими пациентами, мы получаем восстановившегося человека. То есть, восстанавливается память как на текущие, так и на прошедшие события. Восстанавливается мышление, человек становится адекватным членом нашего общества. То есть, потери человека не происходят. Болезнь Альцгеймера. Ее у нас кто-то диагностирует? Диагностируют. Ее диагностируют, как правило, неврологи. И мы этой болезнью не занимаемся. Но Вы абсолютно верно отметили, что то состояние, лечением которого мы в том числе и занимаемся, оно очень близко именно к этому заболеванию. То есть, если не оказать медицинскую помощь этому человеку, по большому счету, мы получим инвалиды. И, как правило, если вот вовремя не оказать ему помощь, восстановление не происходит. То есть, человек становится, ну, по большому счету, ребенком, который ничего не знает, так сказать, все для него по-новому. Ну, сейчас смысл в жизни появился, как бы есть цель. А какая цель? Ну, расскажи мне. Жить, хотя бы жить начать. Просто купить машину. Да вообще просто не пить жить, посмотреть трезвыми глазами на мир. С пьянством просто это не видно ничего. Только одно употребление алкоголя, употребление алкоголя, все. Стоит ли бояться или все-таки стоит обращаться к врачу? Конечно, стоит обращаться к врачу. Врачи и советом, и делом могут помочь. А сам не разберешься в этих проблемах. Тем более, если ты общаешься в кругу таких же людей, как бы тебя будет подталкивать, наоборот, к употреблению, а не какие-то дельные мысли говорить. Сейчас только что видели тех людей, которых я бы не назвал глупыми. Да, в какой-то момент времени они бы наступили не на ту дорогу развития. Но сейчас, посмотрите, люди не боятся. Люди прекрасно понимают, что есть проблемы. Проблема общества. Довести, наверное, до сведения каждого, что рано или поздно такое может наступить с любым. Ну, конечно, так сказать, пропаганда здесь, что касается этой тематики, она должна носить, на мой взгляд, агрессивный характер. Она должна быть везде и всюду. То есть в общественных местах, на работе, на государственном, условно говоря, уровне. В силу того, что здесь затрагиваются интересы государства в целом. Это безопасность государства, это продолжение нашего рода. Это, ну, однозначно проблема, которую мы вынуждены решать всем обществом. Другого пути просто-напросто нет. Стиль жизни-то поменялся после того, как полечился, восстановился? Ну, во-первых, наверное, все-таки происходит, когда человек не пьет длительное время, ну, вот у него около года примерно, происходит в мозгах перестройка определенная, значительная. И выстраивается почти как по полочкам, ну, определенный момент. И основное, удается зацепиться за цель жизни, куда, к чему стремиться. То есть за эту основу, куда идти, именно по стрезвым образом жизни. И уже от этого все происходит, к чему движение двигаться. Соответственно, когда есть к чему движение, и все меняется от этого. И сразу находятся интересы, куча, это, там... То, чего раньше и не видел, да? А об этом сразу, когда во время пьянства, какие там интересы. Стакан, огурец, и все? Да. А сейчас что, и сразу книги девушки все вспомнили. Вау! Да, там искусство, что он способен. Краткое резюме. Чем раньше человек обращается за помощью в специализированные клиники, тем раньше он начнет понимать свою проблему. И сумеет сохранить и жизнь, и здоровье. Здесь важно понимать. Нет конкретного количества алкоголя и конкретного возраста, когда вы сможете остановиться. Остановок, когда человек движется под откос, вообще не существует. Первый звонок звенит, когда человек хочет опохмелиться. Делать этого ни в коем случае не надо. Плохо вам после гулянки. Не напрягайтесь и не травите организм. Вот полечиться, в смысле получить полноценную медицинскую помощь, поискать причину возникновения алкогольной зависимости и устранить ее, вот это достойное дело. Дело достойное человека разумного. Я провозгласил в своих передачах, что я буду бороться с некачественной рекламой. Действительно, немножко надоедает, когда нас заставляют не лечиться в больницах, а пить, по сути, по надолу с парацетамолом. Немножко надоедает, когда нам говорят, что лечение алкоголизма, ну, в смысле, после употребления алкоголя грамотно перейти на шипучие таблетки. Так это на самом деле. Механизм воздействия алкоголя. Одна таблетка аспирина, по сути, она поможет или нет? Ну, все же зависит от дозы выпитого, от срока алкоголизации, от изначального состояния организма. Ну, естественно, может быть, кому-то когда-то одна таблетка аспирина и поможет. Но, как правило, при даже употреблении, ну, скажем, 0,3-0,5 литра крепкого спиртного напитка, человек на следующий день испытывает достаточно серьезный дискомфорт как психологического плана, так и соматического. То есть организм работает, ну, с серьезным напряжением. Естественно, человек недоволен своим состоянием, и выходов здесь два. Либо, так сказать, попытаться, если это возможно, перетерпеть, перебороть это состояние, либо обратиться, так сказать, в то или иное наркологическое учреждение и получить помощь. Ну, скажем так, что у нас достаточная практика, которая позволяет даже после длительных возлияний человеку восстанавливаться даже после одной процедуры. То есть человек перешел, ну, полтора-два часа получил, так сказать, капельницу, получил соответствующий таблетированный препарат, который нормализует его состояние. И на следующий день практически процентов на 80 он работоспособен, чувствует себя прекрасно. Пожалуйста. Если это более, так сказать, серьезная интоксикация, ну, максимум мы занимаемся три дня. И после этого, так сказать, уже человек полностью восстановлен, может жить полноценной, нормальной, трезвой жизнью.